В воскресе Иисусе есть мое призвание. Давайте помолимся, Господи, слава Богу тебя. За прошлый год мы были во грехе, мы часто делали ошибку. Не можешь, Господи, грехи. Но ты был верным по каждому из нас. И сейчас, Господи, мы славою Твою благотачь, Твою милость бесконечной ко мне. Господи, сейчас. И помоги нам, чтобы мы еще раз обновились в вере и призвание. И все темные дела, мертвые дела мы оставили в этом году, Господи. И начали новую жизнь в 2016 году. И чтобы мы выросли в духовной стадии, пастыри. И сейчас, Господи, открывай наше сердце. Дай каждому у нас Твоя Слово молимся во Иисуса Христа. Наше сердце. Включу стих будет 15. В каждом месте. Господи сказал мне, иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и царями. И еще раз друг друга давайте приветствуем. Будем, да, будем, да, и будем свидетельными воскресшего Иисуса. Да? Будем. Будем. В Воскресе в Иисус! В кого? Воскресе в Иисус! Будем свидетелями Воскресе в Иисуса! На прошлой неделе, когда мне надо было ехать в улицу Бунина, проезжал по улице Бунина и видел, что многие люди стояли за стеклянным зданием. Видимо, что плохие одежды были строители, рабочие. Они стояли за стеклянной стеной. А потом я думаю, почему. А, там тогда было тепло, солнце было хорошее. И там стекло отражало солнечный свет, и там было тепло. И тепло не стояло. Я так проехал мимо. Между прочим, эта стеклянная стена дала мне большой щек. Я отражатель воскресшего Иисуса, который превосходит солнце. Почему так мало людей получили от меня свет, великий свет воскресшего Иисуса? Почему многие, если не меня, я отражаю воскресшего Иисуса? Многие люди должны видеть этот свет. Я сразу думал, как это мало, и во мне очень мало людей воскресшего Иисуса. Святой Духа, коснуйся меня. И я в машине, я стал молиться. Господи, я должен быть отражателем воскресшего Господа. И отражать свет воскресения. Воскресшего Иисуса, как Он есть. Как Он есть. И молиться, Господи, избави меня от этого чудовища своего Я, которое вмещает воскресшего Иисуса. Я вижу свое Я так сильно препятствую из-за Него. Я не могу отражать этот великий свет. Мы верим, что воскресший Иисус при восходе солнца. Аминь. 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 И Он во мне. Он во нас. Аминь. Тогда мы должны отражать Его свет всем людям окружающим. И я так молиться. Я благословляю нас, и меня, и вас, что все от нас было сияние воскресшего Иисуса. Аминь. Который превосходит. Миллион раз превосходит солнца. Миллион раз превосходит солнца. Сегодняшний отрывок о том, как Сауэ получает призвание. Это было когда Он встретил воскресшего Иисуса на пути в Дамаск. Прочтем. Диане 26 глава 16-17. Прочтем. Но встань и встань и Боги Твои, ибо Я для того являюсь в себе, чтобы восстанть Тебя служителем и свидетелем того, что Ты видел, и что Я открою в Тебе. И избавляя Тебя от народа иудейского и от язычников, которые Я Тебе посылаю. Да. Когда воскресший Иисус встреча Саула, Он не просто боялся Ему. Просто боялся Ему и ушел. Нет. Господь дал Ему призвание. Что, да? Призвание. Да. Астримаша. 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 Можешь сюда? Давай, Саша. Давай, Саша. Микрофон. Потому что у меня горло болит. Горело болит. Горело болит. Хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Горело болит. До сих пор Сауль был вводим своей агницией. Может быть, его целью было стать начальником Синемириона. Но такой Павел пал перед воскресшим Иисусом и стал выдающимся человеком Богом в истории человечества. И стал свидетелем Мессии, раб воскресшего Иисуса. На самом деле, он стал просто миссионером из обычных верующих. Люди обычно думают, что только описание пастора может служить другу. Но Сауль принял призвание, не стал пастором, а он стал миссионером из обычных верующих. Непрофессиональным. И это написано в Диане 18.3. Давайте послушаем вместе. И по одинаковости ремеслам остался у них и работал. И по ремеслам их было делание палаток. Павел был миссионером Тентмейк. Он сделал палатку и заработал себе и проповедовал его. Я благословляю вас, чтобы сейчас и сегодня каждый из нас нашел свое призвание в Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Он сказал, я Господи. Сауль встречал воскресшего Иисуса и пал перед ним. И три дня он ни видел, ни ел, ни пил. И в то время воскресший Иисус сказал одному ученику в Дамаске, Анани. Как его зовут? Анани. Как его зовут? Анани. Смотрите. Воскресший Иисус ищет. Халлилуйя. Аминь. Аминь. И зовет наше имя. Алексей Чупру. Никто? Я. Что должен быть? Что должен быть? Вот я Господи. Писал. Алексей. Я Господи. Я Господи. Если мы читаем Библию, всегда, везде, каждый раз Бог зовет имя. В 3 главе Бог, конечно, там не написано Адам, нет такого, но написано, что Бог позвал Адам. То есть Бог сказал Адам, Адам, где ты? И в исходе 3 главе тоже Бог призвал Моисея. Моисей был глубиннее, глубиннее в деревне, на Палестине очень глубиннее, вот в деревне пастухи, но Бог знал его имя. Моисей! 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 А еще когда Самуэль был маленький, а Бог призвал Адам. Самуэль! Самуэль! Он еще 3, 4 года мало, и не знает. Вот так, Господи, я не все ваши имя знают, но Господи знает имя все. И... И... Жаю... Жаю... Когда Господи... Жаю моё имя, как надо... Отвечить? Я Господи... Я Господи... Я Господи... Всегда готов, да? Готов... Попробуй, сейчас попробуй, да? Арчоооом! Я Господи... Если Бог звать моё имя, да? Ох! Я попался! Вот это... Проблема. Он не будет. И она не ответила. Я Господи... Господи сказал ему... Встань... И пойди на улицу... Как называемое прервание... И спроси... В юдейном доме... Тарсянина... По имени Сауна... Он теперь молится... И видит введение мужа... Именем Ананим... Пришедшего к нему... Возревшего на него руку... Чтобы он прозрел... Господи... Давайте ещё раз... Послушаем... Господь же сказал ему... Встань... И пойди на улицу... Так называемую... Прямую... И спроси... В юдейном доме... Тарсянина... По имени Сауна... Он теперь молится... И видел введение мужа... Именем Ананию... Пришедшего к нему... И возложившего на него руку... Чтобы он прозрел... Воскресе Господь... Уже... Сообщил Сауну... Что... Некогда... Анания... Придёт... И... Возложит на него... Руку... И... Он... Прозреет... Смотрите... Сейчас... Да? Для того... Чтобы... Восстановить Саула... И... Поставить его... Пастыем... Для родителей... Воскресе Иисус... Управляет всей ситуацией... И... Он... Использует... Кого? Ананию... Он использует... Ананию... Как... Наставника Саула... Павла... Конечно... Воскресе Иисуса... Жив... И работает... Сейчас... Но... Это не говорит о том... Что... Он... Работает... В одиночку... И решает... Сам... Иисус... Воскресе Иисус... Воскресе Иисус... Работает... Через... Человека... Поэтому... Анания... Является... Наставником... Павла... Не... Сам... Иисус... А... Анания... Является... Наставником... И... Пастырем... Для Саула... Пусть... Саула... Кто такой... Саула? Мы знаем его, да? Пусть... Саула... Очень... Великий... Телок... Талантливый... Способный... Выдающийся... Человек... Но... Все равно... Он... Прозрел... Через... Молитву... И... Через... Ананию... И... Через... Ананию... Он... Пороче... Свою... Признать... Призвание... Аллилуйя... Это... Есть... Духовный... Мир... В... Духовном... Мире... Не бывает... Человек... Сам... Стал... Героем... Это... Не... Духовный... Это... Мир... Это... Мир... Мир... Э... Мир... 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 Человеку... Нужен... Мир... Мир... Смотрите, поэтому для нас важно встречать воскресенье Иисуса, аминь, и также важно встречать наставника, это есть Божья благодать. Нам надо встретить правильно Господа на основе Слова, живого воскресенье Иисуса. Аллилуйя! Это очень важно, да? Так же важно встретить, правильно встретить наставника. У каждого из нас есть родители. Да или нет? Нет. Это закон природы. Точно также есть закон в духовном мире. Каждый должен иметь духовного наставника. В нашем собрании есть много пастырей, которые изучают Библию с Агенсами. Они играют роль Аналии. Это мы смотрим, да? Ну просто обыкновенная сестра, но она изучается Агенсами. Библия и Агенсами очень серьезно, внимательно слушают, получают. Агенсами. И раздается духовное. И наши пастыри Лари не встречают с братьями. И они его слушают. Через его получают Слово Бога. Вот он играет роль Аналии. И воскресший Иисус поставил лидеров колено и миссионеров в нашей церкви. Агенсами. Надо иметь хорошее отношение с ними. И надо уважать их, и надо хорошо получать, хорошо принять из них любовь. Это очень важно. Когда ты имеешь хорошее отношение с пастырем, у тебя открывается духовный мир. Мы растем детьми Бога и духовными лидерами через их доставление и молитвы. Я сейчас задаю один вопрос. Кто из нас может сказать, что я сам стал верующим? А кто из нас может так сказать? Я сам стал верующим. А однажды... 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 Однажды я просто... Молился... Искал Бога... И Бог... Вдруг... Парился мне и... Искал Бога... Искал Бога... Но я сразу понял... Искал Бога... Все Библии. То я стал верующим. Великим. Это не верить. Это все люди... Учителем таковы. А кто из нас может сказать, я сам стал верующим и пастырем, без никакой помощи? Есть у нас? Кто-то есть у нас? Если не скажете, нет. Точно нет? Слава Богу! Да, знаете, сколько молитв, и слез, и терпение переживали. Служение, труд любви, чтобы один человек другого места слышал. И потом, даже и после рождения свищи, помните, сколько, ну спокойно думайте, помните, сколько у вас было опасных моментов. И это был трудный момент, и было сомнение, было отчаяние. И сколько часто у вас было искушение. Было искушение от красивых девочек, девочек, и хотели все бросить, бросить и уйти. Было такое искушение. Много моментов. Но мы должны помнить, что каждый раз была молитва пастырем. Сам стал героем. Это не суть веры. Это не жизнь веры. Вера не в это. Если, да? Подумайте, если Павел сам прозрел и сам стал великим пастырем, великим евангелистом, тогда что было? Что случилось? Павел потом никого не послушался бы. Он никого не признал бы. Никого. Он сам. Потом через год он сам стал Иисусом. Он сам стал воскресеньем Иисусом. Это без сомнений. Это история показывает. Сауль так не делал. Поэтому, когда Сауль принял служение и молитву о нанях, и смиренно, смиренно он принял все служения. Потом он стал великим, великим творцем истории. И стал великим духовным недором, который изменил историю мира. Поэтому, я благословляю вас, чтобы каждый из нас имел хорошее отношение со своим пастырем. И уважать надо пастыря. И послушаться добрым сердцем. Аминь. Тогда некоторые говорят. Я не хочу получить направление через слух Бога. Через видимого человека. Я хочу получить прямо от Бога самого. Это называется духовная гордость. Это показательство. А это показательство, что он духовно не здоров. Такой человек не может расти духовно. Бог не сильно радуется таким. И такие люди никогда не станет успешными духовными этими правоповедниками. И еще одна опасность. Такие люди обязательно, всегда, именно такие люди попадают в ересь. Неправильное учение. Поэтому воскресенье. Поэтому воскресенье Иисус поставил Ананию наставником для и пастырем для Савва. Анания, услышав слово Господа, не мог сразу понять. И он сказал. Господи, Ты же знаешь, какой он страшный человек. Он безжалестный и сумасшедший гонитель. Я слышал, сколько зла сделал он святым Твоим Версалиме. Известно иметь от первосвященников власти в зад, все призывающие имя Твое. Но все равно мне надо идти к нему. Он не хотел. Тогда воскресенье Иисус сказал Ананию свою волю, а самую. Вы заграничиваете на стих 15. Прочтем вместе 15. Начнем. Но Господь сказал ему, иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилем. Аминь. Воскресенье Иисус. И избрал Саула, пастрин для всех и отечественников. Аминь. В то время израильтян, юдей, юдей, юдей как-то слышал Евангелие. Но и отечественников для них не было, и не было сейчас. Поэтому воскресенье Иисус сам, сам избрал Саула для спасения и отечественников. Поставили Его пастырем для всех и отечественников. То есть, по великой милости Господа, гонитель, страшный гонитель был избран Господом для всемирной миссии. Аллилуйя. Вот четыре духовного закона есть такое, для евангелизации есть маленькая книжечка. И там начинается так. Бог любит тебя и имеет удивительный план на тебя. Это слово очень приятно слышать. И вызывает сразу очень большую любовь. Бог имеет на меня удивительный план. А именно какой план Бог имеет на меня? Вот это называется замысл Бога. Или это называется призвание. Аллилуйя. В воскресенье Иисусе есть ясное призвание для каждого из нас. Аминь. Где? Где? В воскресенье Иисусе. Аминь. В воскресенье Иисусе. Что есть? Ясное призвание. Для кого? Для каждого из нас. Аминь. Смотрите. В нашем зале есть много вещей. Ни одна из них не была брошена просто так. Даже этот стакан. Для чего у нас стоит стакан? Для чего он стоит? Это для того, чтобы проповедник мог пить чистую воду. Для этого он здесь стоит день и ночь. Тем более мы люди. Он всегда стоит. Тем более мы люди не родились просто так. просто так прожит без сель. Аминь. Аминь. Воскресенье Иисусе есть у Меня. Ясное призвание. Призвание от Бога – это мое спасение, это моя сущность, это моя жизнь, это мой статус, это направление моей жизни на этой земле. Это моя святая миссия, данная Богом. А где мы, человек, как это, мы родились просто так, что прожить на земле? Нет, знаете, как мы родились? На самом деле мы очень-очень необычные существы. Мы, когда мы родились, 300 миллионов на одно место. У нас была такая конкуренция. Понимаете? И так мы, преодолевая такой конкуренции, мы родились. Вот это есть мы. Поэтому человек просто так родился, так и живет, как получится, и живет в мире. У человека есть ясное призвание. Аллилуйя. Один человек, да? Отец прожил все свои жизни и у меня. И сын хотел ставить памятник. Но что-то должен писать памятник. Что он делал? Думаю, думал. Он был очень благодарен, конечно, отцу. Потому что отец так много, всем жертвовал. Ради детей. Поэтому он благодарен. Что-то хотел писать. Но нечего. Он написал туда. Я работал, ели и умер. Не дай Бог, что в нашем памятнике такое было. Раньше я был потерян по грехе. И когда я встречал Бога, моего Творца, я наконец нашел свое призвание к Богу. Я увидел сердце Бога. Когда я был, я родился свыше, сразу в тот момент, это не через неделю, через год. В тот момент я увидел сердце Бога. Бог плачет, когда смотрит, когда Он смотрит на бесчисленных студентов, которые идут в ад. И Бог обратился ко мне, бесполезному человеку, говоря, кто пойдет и кого я пошлю. А я сказал, вот я, Господь, пошли меня. На самом деле в то время я знаю, что я ничего не умею делать. Я не способен. Но знаю одно, что таких, как я много во всем мире, в каждом университете. Именно много таких, как я, которые были ждать во тьме и из-за бессмысленности жизни. Поэтому я ответил, Господи, вот и я, пошли меня. Бог знал меня до моего рождения. И поставил меня, Пастырь, великая милость, ничтожное существо, которое не имело никакой надежды, никакой цели в жизни, нашло призвание в Иисусе Христе. И стал нужным человеком для Бога и для его агнца. Я стал нужным человеком, нужным существом для других, для Бога. Как я могу описать эту милость словами? Представляете, я вообще никому не нужен бесполезный человек. Я стал нужным человеком. Бог, именно. Иван. Слава Иисусу! Мы знаем, что призвание – это самая великая благодать для нас. Аминь. Призвание сделало меня великим человеком миссии. Можно сравнивать призвание с цветком на розовом кусте. Да? Смотрите, роза, да? Если там нет цветок, то там нет цветка. А представьте, что это? Это просто куст. Да? А цвет нет – это уже получается роза. Призвание. Призвание – это цветок моей жизни. Аллилуйя. Как цветок совершенствует розу, как и призвание совершенствует меня. Аллилуйя. 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 Когда воскресший Иисус призвал меня, я пришел к Иисусу и стал цветком Ему. Господа. Когда воскресший Иисус призвал Саула, Саула стал святком Господа. Потом он пишет о святом. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьим. Аминь! И Он всю Свою жизнь жил для одной земли, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Весьмирная, всемирная мессия стала Его целью, Его знамением, Его песней. Призвание сделало Его самым счастливым в мире человеком. Аллилуйя! Почему люди бурюждают? Есть вопрос, почему люди бурюждают? Потому что не принимают призвание. Вот есть смартфон. Что это? Этим можно пущать рис. Можно, Евгений? Можно. Да, можно. Но это не призвание. Он не знает, что ему делать. Поэтому постоянно кушали рис. Лис. Так важно было, наверное, хлеб, да? Потому что жить надо. Едет. А Кого он должен спросить, что мне делать? Что ему делать? Производитель. Его производитель. Самсунг. Только Самсунг электроник может сказать, что ему делать. Аллилуйя. Таким же образом мы должны идти к нашим Сожидателям. Аллилуйя. 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 В мирском образовании нету призваний. Вы в школе, в университете учат вас призвания, учат или нет? Образование есть, но призвания нет. Поэтому только воскресший Иисус, наш Созидатель, нам надо идти к Нему. У Него есть ясное призвание для каждого из нас. Человек блуждает не потому что нет денег. Почему человек блуждает? Ах! Я не знаю, что мне делать сейчас. Что мне делать, я не знаю. Но у меня началось сейчас заработка денег. Человек блуждает на самом деле не потому что денег нет. Или не потому что нет образования. Я плохо учиться, я блуждаю. Нет такого. В человек блуждает, потому что нет призваний. И что нам мешает? Хочу спросить, что нам мешает? Что нам мешает? Тольката блуждает. В этом мире блуждает. Духовное блуждает. Человек нашел призвание. И по этому призванию надо уже вперед. Это моя жизнь. Привет, да? Вот это самая счастливая жизнь. Но каждый день. Вот сегодня Иисус во мне. И завтра девушка какая-то. И сегодня Иисус во мне. И завтра день. Хочу идти туда-сюда. Туда. Блуждать. Не знаю, что делать. И надо еще. Нам надо еще блуждать. А? Нет. Я думаю, что нет. Нам надо слышать голос воскресшего Иисуса. Я молюсь, чтобы каждый из нас услышал еще раз голос воскресшего Иисуса. И закончил свое блуждание. Аминь. И пока 2015 год не прошел, начал новую жизнь. Закончил свое блуждание. Аминь. Аминь. Давайте прочтем. Иисус. 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 В 1934 году только один раз он услышал призвание, но после этого он жил по призванию до конца своей жизни. В 1947 году в нашей эре начало первое миссионерское путешествие от церкви Антиохи, и в 1949 году совершил второе свое миссионерское путешествие. И в 1953 году третий. И он написал первое и второе послание к Веселоникийцам, первое и второе послание к Вианам, и послание к Галатам, к Римлянам, и еще 13 посланий. И он в 1961 году в нашей эре приехал в Рим, как миссионер заключенный. Есть разные миссионеры. Я приехал сюда, миссионеры-студенты. Потому что мне еще надо было доучиться. Есть миссионеры-врачи. Миссионеры-врачи. Миссионеры-бизнесмен. Миссионеры-профессоры. Есть очень красивые все солидные миссионеры. А Павел был миссионер заключенным. Его арестовали. Закрыли червня и туда его привезли. И там он выполнял всемирную миссию через изучение Библии один на один. До того дня, в который его вошли. И через его изучение один на один огромная римская империя стала христианской страной. Его казнили в 62-м году нашей эры. Легенда говорит, что когда его обезграбили в тюрьме Маметинской, когда его обезграбили, его голова упала. Славля Иисуса. Иисусу! 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 Три раза. И так упала. Вот так Павел стал цветком воскресшего Иисуса. Иисусу! Он своей жизни до конца. И совершил великую историю. И Бог использовал его. Не только Саулю. Саулю Бог дал призвание. Бог дал каждому из нас призвание. Аллилуйя. Некоторые говорят, спрашивают, пастырь, а я не знаю, какое призвание Бог дал нам. Знаете, я думаю, что Бог призвал меня много музыкантов, чтобы я стал музыкантом. У меня был один пастырь, и потом он стал пепцом, и сейчас у него ничего нет. Нет миссия, потому что многие нигде не принадлежат. Смотрите. Мы молимся. Пастырь Туи и наша сестра Катя Курияна. Мы молимся. Мы молимся. Пастырь. Молились. И пошли на проповедь. Да? Да? И Бог дал встречу с одним. Акгенцем. Да? Он. Это значит Бог. Бог тоже поставил наши церкви. Аминь. Бог поставил наши церкви. И кто поставил? Бог. Бог создал наши церкви. И Бог дал нам миссию. Наши церкви. Аллилуйя. Аллилуйя. Это все воскресе Иисуса сейчас с нами. Он это делает. Аллилуйя. И пастырь молился долго. И пастырь Бог дал. Это значит, естественно, у него есть призвание здесь, через эту церкви, что он мог расти духовно и стал пастырем для студентов всего мира. Аминь. Вы не думайте, пастырь студентов всего мира, студенческих. Пастырь, это значит, какой-то узкий. Нам кажется, это узкий. Какая-то узкая жизнь, да? Узкая. Нет. Если ты будешь хорошим пастырем для студентов, у тебя есть миллионы и миллионы возможностей. Вот этот студент может стать великим лидером, или врачом, или доктором. Все, все может. Если ты стал хорошим пастырем для студентов, ты можешь быть хорошим пастырем для всех. Аминь. Студенты все равно растут, и студенты сейчас стали родителями. Халилуя. 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 Аминь. А мы не говорим, что мы студенты, церковь для родителей. Но все равно студенты родители, церковь для родителей, она есть. Халилуя. Аминь. 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 Точно надо сказать, что Бог тебя призвал сюда через пастырь. А какие еще призвания могут быть другие? Это надо очень смиренно и благодарным сердцем. Халилуя. То, что меня призвал к любви через пастыря, которые изучают Библию один на один, я всю жизнь благодарю. Это особая благодать каждого из нас. Халилуя. Аминь. Больше не надо блуждать туда-сюда. Призвание есть. Это строгоценнее, чем наша жизнь. Это наша обетованная земля. Это наша родина веры. Это призвание. Это все от Бога. Короче, мы благодарим за то, что Бог призвал меня, чтобы я стал пастырем для студентов всего мира. Аминь. 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 А очень огромной скоростью Бог тормозил, остановил и дал нам святое призвание. Дал нам спасение. Призвание это есть спасение. Мы, а Он избрал нас из многих людей, чтобы поставить нас пасторами для студентов всего мира. Тем более, сейчас посмотрите. Лидеры страны не заботятся о себе. Студенты чувствуют оскорбление. Государство не заботится о будущем. И я тоже думаю, какая там надежда, почему я должен здесь страдать. И потом, когда меня украли, там что-то делали, я говорю, как я могу любить их. Ну, это когда я помолил. Теперь, я думаю, что поэтому мне надо быть их другом. Вот пастыри должны поделись в они. Пастыри должны заботиться. Если государство не заботиться, пастыри должны заботиться. Пастыри должны дать им надежду. Направление жизни. Слово Бога. Любовь. Аминь. 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 У меня тоже не было направления. Когда я стал встречать Бога, когда я встречал наставника, пастыря, я понял, что я человек. До этого я не знал, что я человек. Аллилуйя. Сейчас все студенты нуждаются в пастыря. До этого Бог призвал кастов из нас. До этого Бог создал нашу церковь. И мы, каждый из нас избранный. Аллилуйя. Бог избранный. Из многих людей. Это был пастыр для студентов. World Mission. World Campus Mission. Это наша Мессия. Это наша Сен-Сизм. Это наша Абектованная земля. Это наша знания. Я благословляю всех нас. Чтобы каждый из нас сегодня отношил к своим признакам. И Жил как цветок воскресшего Иисуса. Аминь. Благодаря Тебя за то, что Ты призвал нас, пастыря. Для World Campus. Господи. До этого Ты создал нашу церковь. До этого Ты призвал каждого. Каждый из нас был избран Богом для этой цели. Спасибо Тебе, Господи, что Ты дал мне ясное призвание. Господи. Теперь это призвание, это роза. Это цветок моей жизни. Поэтому я буду жить. Ради Твоего призвания. Господи. И всю свою жизнь. Уже. Уже. Прекрати, Господи, свое пружинение. Буду жить по Твоему призванию. Аминь. Боже. Помилуй меня. Воскреси Иисус. Который во мне живет, Господи. Ты держи меня, Господи. Укрепи меня. Чтобы через меня многие студенты встречи воскресшего Иисуса. Аминь. Благодарим, Господи, что мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.